Вы упоминали сегодня, что разведчики серьезно врали, рассказывая о земле. Они не врали. Они сказали то, что видели. Так или иначе, можно считать, что их слова были в частности поруческими, потому что Израиль, значит, спустя время, особенно сейчас, если посмотрим, превратился в страну, в которой, как мы уже много разговаривали, идет противостояние другого духа. И можно ли считать, что если бы разведчики в наше время отправились бы в землю Израиля, их слова были бы еще более жесткими, еще более страшными для людей, которые раздумывали, ехать ли им в Израиль или оставаться в Галуте. Потому что сейчас в Израиле проходит, мы знаем, многочисленные гей-парады, общественный транспорт по субботу набирает силы и прочее. То есть можно ли считать, что сегодняшний отчет разведчиков был более жестким, более опасным для них? Я вам скажу такую вещь. Сказать, что разведчики говорили, как пророки, я категорически не согласен с этим. Ну и все просто нужно быть, почему? Пророк – это человек, который приобретается по Всевышнему, а человек, который даже подсознательно, но реально он отрывается от воли Всевышнего, он не может быть пророком. Ну, это было единственное чудо, это то, что Балак, это то, что Билам не желает спать воли Творца, но Всевышний заставил его, и он вынужден был говорить то, что Всевышний хотел. Но это была особая ситуация ради почета нашему народу, тоже, пожалуй, с Биламом. Но ситуация обычная, когда человек не ищет воли Творца, не живет по ней, а Порочество просто не удостоится, поэтому, что они видели, это не было Порочества. То, что касается нашего вопроса, что бы сказали разведчики, если вы видели сегодня Святую Землю? Более того, сегодня реально все, кто бежали на Святую Землю, являются разведчиками тех, кто еще не приехал. Зачастую. Мы сегодня видим тяжелые вещи. То есть, это опять же говорится в Торе, что придет тот и скажет, что стало Святой Землей, что стало со Святущим Садом, все сожжено. Это то, что написал о Святой Земле, знаете, кто? Марк Твен, который приехал сюда, в одной из своих поездок по миру. Однако, я скажу одну вещь. Сегодня Святая Земля говорит о двух вещах. Она говорит о божестве, когда что-то отходит от Торы. Она еще и говорит также о великой любви всему нашему народу. И что, несмотря на все проблемы, которые есть, Всевышний против воли основателя государства, против воли большей части, хотя бы я не большой части, скажу так, я не хочу говорить плохо, Большой части живущего здесь евреев заново основал здесь великий мир Торы. И показывает свое величие и свою любовь к нам большими чудесами, как называется, всего нашего народа. Спасение от ракет, от войны, спасение во время войн. И также тем, что дает возможность учить Тору и расти духовно. Поэтому сегодня у нас тоже есть проблема. Нам надо убедить, что походу в расти Сорой, это непросто. Если человек, допустим, он прямо его спустят, я знаю, на Рахова и Оракон есть такое место в Теравиве или что-то подобное. То еврей, который вырос даже сейчас в какой-то еврейской семье в изгнании, он скажет, а ради этого мне стоило сюда приезжать? Ради этого? Но надо просто, надо с этой землей разобраться. Если земля полна святости, полна Торы, полна праведности, полна того, что нет больше нигде. Терастоицы, которые находятся в этой земле сегодня, великие праведники, великие волосы Торы, сейчас учатся с трудом сводя не концы с концами, а хлеб с водой. Эта ситуация практически неизвестна вне расти Сорой. В расти Сорой массовое явление, когда изучающий Тору занимается Торусом отверженно, не имея минимальных доходов, это огромная заслуга. Это огромная заслуга здесь, на Святой земле. Поэтому нам надо знать, что Святая земля – это самое лучшее место, которое может быть. Нам нужно найти на ней свое место, не влезть здесь в болото, здесь много болото, а найти здесь место, где есть святость и великий дух Святой земли. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.